В связи с тех событий, что сейчас происходит во всем мире, хотелось бы обратиться к жителям так называемого Евросоюза. Развязание войн происходит регулярно. Вчера начался опять Нагорный Карабах. Опять кто-то скажет, что это наемники и так далее, и тому подобное. Украинские солдаты утверждают по сей день, что мы наемники с Российской Федерации. Сейчас я лично к вам, со своими друзьями, обращаюсь с своего родного города, где я родился, вырос, откуда ушел в украинскую армию, а служил два с половиной года и назад сюда пришел. Мы не являемся наемниками Путина или что-то. Мы простые люди, которые хотели жить честно. Всего-навсего. По поводу вызовов гуманитарной катастрофы и миссии УБСЕ. Миссия УБСЕ регулярно ездит, что-то смотрит, но не видит гуманитарной катастрофы. Мы вас приглашаем в наши города и посмотреть, что такое гуманитарная катастрофа. Никто из вас не видел в жизни зомбилендов. Мы видим. Пустые города. Абсолютно пустые. Людей вывозим только мы. Кормим их мы. Не украинская власть, не кто-то еще. Не мы борьбим мирные города архиллерии и минометами каждую ночь. Город Пирамага практически уничтожен. Мне интересно, где украинские власти, как они кричат, в случае своей победы найдут деньги на ремонт этих городов. И как они их восстановят, если за всю независимость в этом регионе не было построено ни одного, я подчеркну, ни одного жилого дома. За какие средства они будут это все восстанавливать? Разрушенную инфраструктуру и так далее и тому подобное. Хотелось бы обратить внимание жителей Евросоюза и других регионов. Это ждет и вас. Народ всю жизнь вот так жить не сможет. Просто-напросто не сможет. Посредством массовой информации вы рассказываете, что мы там какие-то террористы, убийцы. Так простите, это у нас пушки наводятся на мирные города и стреляют? Или у вас? Это мы используем угол М? Или вы? Это у вас ракеты баллистической дальности? Или у нас? Хотелось бы все это понять. Хотя бы раз скажите людям правду, за что идет война. Война идет за территорию. Господин Коломорский хочет объединить Луганскую, Донецкую область, Днепропетровскую в одну и распоряжаться здесь как царь. Вот за это идет настоящая война. Мне хотелось бы обратиться ко всем людям, которые еще осталось чувство долга, принципы, душа и просто сознание той миссии, что у нас идет война цивилизации. Война, в которой каждый выбирает свою позицию. То есть война между добром и злом. Для вас это просто статистика. Вы смотрите телевизор, слушаете ваши новостные каналы. Может где-нибудь вы крупицу правды увидели на интернет-ресурсах каких-нибудь, которые может и мы ведем, может быть и другие сочувствующие нам люди. Но для вас это вид далекий и неинтересный. Для нас это наши родные, близкие, соседи. Мы видим, как этих детей, как бабушек, как дедушек убивают страшные картины. Мне 30 лет, я за эти 4 месяца увидел уже больше, чем за прошедшие свои 30 лет. Никогда не стремился ни к войне, ни к чему подобному. Мирный человек. Но есть вариант, когда мужчина не может стоять и дома сидеть и считать себя мужчиной. Обращение ко всем вам, европейцы. Смотрите на нас не как на статистику. Пока украинская власть не остановится, пока будет поддержка бывших стран Варшавского договора, это все не остановится. Еще один вопрос. После наращивания вооружения Украины, пусть европейцы зададут себе вопрос, куда она потом это все денет. И закончится ли тут все после уничтожения Донбасса. Мы очень сомневаемся, что все это закончится. Единая нация, единый народ, это лозунг фашистов. Смерть в урагам. Смотрите, господа европейцы, чтоб вы потом не стали для них в урагаме. Продолжение следует...